Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, приветствую всех! Братья и сестры, друзья церковной реформации, приветствую всех из Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. И я, архиепископ Сергей Жувлев, в этом видеообращении поздравляю вас с наступающей Пасхой. Это предпасхальные дни. И хотя у нас сейчас в Киеве прохладно довольно, но весна берет свое и цветет сакура уже, зацветает сакура. Здесь в парке Киото одно из самых красивых мест. Это парк Киото, парк, посвященный культурной столице Японии, городу Киото, старой столице японской. Потому что Япония и Украина имеют такие вот братские отношения, дружественные. Наша столица Киев и Киото являются городами-побратимами. И, конечно, это побуждает меня каждый раз, прогуливаясь здесь в парке, молиться и за Японию, за японский народ, за страну восходящего солнца, о духовном пробуждении Японии, островов японских. И, конечно, Украины. Сегодня у нас молитва за Украину, молитва о духовном пробуждении страны, Киева непосредственно. И сегодня в преддверии Пасхи, сегодня 11-е Ниссана уже, или же Абива, первый месяц лунного календаря еврейского. Об этом рассказывается в книге «Исход» как раз в 12-й главе, что Бог повелел именно эту дату отмечать, как новолетие, как начало месяцев года, этот месяц. И потому в Библии он называется первым месяцем, или же месяцем Ниссан, а также месяцем Авив, то есть весна. Вот сегодня 11-е число, остается три дня до Пасхи. Слушайте, мы уже 18-го апреля, сегодня 16-го апреля, а 18-го апреля мы уже вечером сделаем служение такое, я сделаю включение прямое, посвященное как раз этому празднеству, 14-му Ниссана. 14-ый Ниссан – это полнолуние, то самое полнолуние, когда Бог вывел ополчение Своих из земли египетской, из дома рабства. Бог спас свой народ из рабства 3331 год тому назад. Да, 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 мы отмечаем ныне 3330-ти однолетия нашей свободы, нашего выхода из рабства. И опять, снова и снова, больше 3000 лет звучит это слово «Let's make people go!» «Отпусти мой народ!» Потому как в каждом поколении свершается этот исход. Не просто мы говорим о прошлом, о когда-то некогда бывшем событии, да, великом событии, но мы говорим и о дне сейчасшнем, сегодняшнем. Особенно мы, новозаветные верующие, мессианские, евреи, христиане разных толков, разных конфессий, динаминации, юрисдикции, организации, религии, направлений. Ветвей много в христианстве сегодня. Многоветвистое древо такое христианство, но корень у нас один. Слава Богу! Ветви, много ветвей, да, но лоза у нас одна, и один у нас виноградарь, великий виноградарь, сам Господь Бог всемогущий. А живая лоза – это сам, и никто иной, как сам Иисус Христос. И Ишуа Машиах, Иса Масих, Иисус Храйст, миллионы и миллионы верующих сегодня. Евреи, неевреи, Гои разных, будем так говорить, национальностей, разных народностей сегодня прославляют Спасителя Господа, обращаются к Богу Святому, как к своему небесному Отцу Лехагоин. Буквально, как вот Аврааму было предсказано, слушайте, буквально все исполняется. Он стал Отцом множества народов, множества Гоев, то есть множество разных народов он стал Отцом. И сегодня отец наш Авраам, или же Ибрагим, да, по-татарски, но Авраам, он действительно Авину, отец наш, по вере, в нашей вере, в нашей вере, слава Господу. Вот, и, конечно, календарная Пасха, это одно, но у нас, новозаветных верующих, каждый Божий день, каждый день у нас радость и праздник, потому что наша Пасха, это сам Иисус Христос, никто иной, как Он, как раз. Поэтому, слава Богу, что есть Красный день календаря, как говорится, есть праздник, есть праздники Господни, но Господь сказал, Иисус, я с вами во все дни, до скончания века. Вот так вот, дамы и господа, благословляю всех вас, во имя Господни, во имя Иисуса Христа, приготовляйте свои сердца, мы будем тоже преломлять хлеб. Эти дни, здесь, в Киеве, я каждое утро и каждый вечер делаю трансляцию, подключаюсь, по вечерам не часто я включался, но сейчас в преддверии праздника Песха, Пасхи, я делаю это каждый раз уже, вот, и сегодня вечером, и по утрам в 6 утра, а вечером в 6 часов вечера, по киевскому времени, подключайтесь, друзья, вот, и огромное спасибо всем, кстати, да, чтобы не забыть, кто финансово и материально участвует в моем служении Господу, огромное спасибо вам, как с территории России, так и с Украины, много друзей, церковной реформации, вот, и молитесь, друзья, важна молитвенно и финансово, и финансово, и молитвенно, и то, и другое, и словом, и делом, поддержка, ваше участие важно в этом служении, потому что действительно миллионы душ сегодня заложники фараона, дьявола, и рабы, знаете ли, должны обрести свободу, и это свобода в Господе, как тогда был Моисей, 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 учитель, тогда, 3331 год тому назад, он был путеводителем, он был предводителем этого спасения, посланником Всевышнего Бога, пророком, сегодня посланником таким, между Богом и всеми людьми, является человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, дознаю тебя единого истинного Бога, и тобой посланного Иисуса Христа, Господи, примут жизнь вечную, бесконечную, счастливую, присчастливую, миллионы и миллионы трудящихся, слава тебе, Господь, аминь. Благоставляю вас всех, с парка Киота, конечно, привет всем и в Японии, на островах, и Хоккайдо, и Хонсю, Сикоку, Кюсю, и все малые острова Японии, на Ипачи, конечно, в Киото, всем огромный привет, с парка Киото в Киеве, так что, с Киева, в Японию, с Украины в Японию, с Японии в Украину, вот, и я думаю, что как раз в стране восходящего солнца, как и в странах всего нашего истрадавшегося мира, все наши истрадавшиеся планеты, должно прославиться действительно имя Господа Иисуса Христа. благословляю на Ипачи сегодня свою семью, супругу, своих детей, внуков, ваши дома, родных, ближних ваших, потому что Пасха, это действительно, это праздник, он такой, Господний, да, Божий праздник, он праздник, также и семейный праздник, праздник домов наших, потому что, как тогда, в древности тоже, не просто Бог спасал отдельных людей, но целые семьи спасал, вот, да прославится имя Господне и ныне в нас, верующих, в наших домах, среди наших родных, ближних, в наших странах, народах, во всех странах, во всех континентах, аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Мир всем вам!